Здравствуйте, уважаемые господицы. Добрый день, передаю вам слово. Спасибо. Ну, давайте проверим связь. Внизу, в правом нижнем уголочке, мы видим значок огонечка. Если меня слышно и видно хорошо, пожалуйста, поставьте. Так, реакцию вижу. Замечательно. Спасибо большое. Достаточно. А если что-то вдруг не так, то, как уже сказала Татьяна Викторовича, я не могу сказать, что я не могу сказать, что я не могу сказать. Коллеги, к сожалению, придется отключить камеру. Вот скажите, пожалуйста, сейчас со звуком все в порядке? Если в порядке, в чат не пишите, а просто на огонечек нажмите, пожалуйста. Так, ну вот. Давайте тогда работать в таком формате. Я прошу прощения, что камеры нет, но, надеюсь, так будет, ну, даже удобнее вам будет видно больше презентацию. Но еще раз повторюсь, что тема нашего сегодняшнего Вибернара – это развитие ассоциативного мышления. Мы знаем, что к нам пришли новые федеральные государственные образовательные стандарты, и объем материала заметно увеличился. Все это заставляет наших учеников, наших воспитанников как можно больше усваивать и запоминать информацию. Задача развития у детей ассоциативного мышления сейчас начинает приобретать особое значение в силу того, что в условиях современного ученика требуется запоминание, осознание большого количества информации. Сейчас мы с вами знаем, что поток информации не прекращается ни на минуту, ни на секунду, и все это приходится нашим воспитанникам и ученикам запоминать. Ну, небольшое отступление. Я видела, когда вы здоровались, что многие – это воспитатели, многие педагоги, психологи, учителя, но прежде всего многие из нас – это родители. И родителям сегодня тоже будет полезен этот материал, потому что ассоциативное мышление мы начинаем развивать еще в том возрасте, когда ребенок практически не знаком с воспитателем и учителем. А воспитатель и учитель – это уже последователи наших родителей и те люди, которые уже перенимают развитие ассоциативного мышления. Ассоциативное мышление помогает связывать новые и уже усвоенные знания. Оно обеспечивает успешность различных видов продуктивной деятельности. На его базе начинает формироваться наглядно-образное мышление. Эта тема актуальна в силу того, что сейчас у детей очень быстрая смена впечатлений. И наш зрительный анализатор очень воспринимает много информации. Для детей нашего поколения, ну не нашего поколения, для наших детей характерно клиповое сознание и зависимость от интернета, от экранной культуры. В свою очередь ассоциативное мышление характеризуется способностью человека устанавливать взаимосвязь между предметами, образами и находить какие-либо сходства. А без этого практически невозможно запоминание определенных свойств, определенных систем и определенной информации. Запоминая ту или иную информацию, ребенок и взрослый все равно проводят связь с чем-либо. И именно ассоциативное мышление является проводником и помощником запоминания определенной информации. Недаром многие приемы мнемотехники, они построены именно на ассоциативном мышлении. Ну будет сегодня немножечко теории, совсем немножко, потом мы перейдем с вами к практическим примерам и занятиям. Ассоциация — это связь между отдельными фактами, явлениями, объектами, которые отражаются в сознании человека и отпечатываются в его памяти. Актуализация одного элемента вызывает образ другого, соотносящегося с ним. Наверное, у вас очень часто возникают ассоциации при виде какого-либо предмета, особенно если этот предмет или эта ситуация вызвала у вас очень большие эмоции, потому что именно эмоциональная память — это то, что мы не можем контролировать. А ассоциации помогают нам достать из памяти ту информацию, которая была для нас эмоционально окрашена или ценна. А переоценить значение ассоциативного мышления очень сложно. Оно помогает создавать идеи, какие-то неординарные и прежде не имеющие места. Ассоциативное мышление регулирует процесс образования смысловых связей, развивает воображение, связывает определенную задачу с подобными признаками других объектов, с какими-то символами, образами, запахами. Также ассоциативное мышление стимулирует процесс запоминания и вспоминания информации через создание ассоциативной цепочки. Наверное, многие из нас пытались, чтобы что-либо запомнить, создать определенную ассоциацию. Даже ассоциации в оценках у нас, когда мы говорим, что пол — это единица, двойка — это лебедь, это тоже наши ассоциации. На ассоциативном мышлении основаны практически все детские игры. Почему? Потому что ребенок, выбирая тот или иной объект, он замещает реальный объект. Почему сейчас говорится о том, что у детей очень плохо развито ассоциативное мышление, а за счет этого очень плохо развито воображение? Потому что у детей уже есть готовые, допустим, овощи, фрукты, которые они используют в магазине. Наше поколение все эти овощи, фрукты, оно придумывало из чего-то. А у детей, у наших детей есть уже пластиковые овощи, пластиковые фрукты, деньги, которые они ничем не заменяют. За счет этого у детей воображение становится скудным. И развитие воображения не основывается на ассоциативном мышлении, потому что им попросту это не нужно. На протяжении жизни человека число ассоциаций увеличивается, что позволяет ему решать сложные жизненные ситуации. Даже если ситуация какая-то сложная жизненная схожа уже с предыдущей ситуацией, по аналогии, по ассоциации, у нас человек, и не только взрослый, но и ребенок, он уже будет видеть пути решения той или иной ситуации. Это тоже здесь у нас встречаются наши ассоциации. Существует много приемов для развития ассоциативного мышления. Первый один из таких приемов – это у нас прием, который называется «Ассоциативные цепочки по заданной теме». Здесь педагог, родитель или воспитатель может выбрать определенную тему, и дети должны создать как можно больше ассоциаций, рассказать как можно больше слов. Допустим, если мы с вами берем тему «Зимние каникулы», кто-то начинает. Первое – Новый год, потом снег, елка, подарки, коньки. И таким образом каждый ребенок в классе может высказать свое предположение. Если класс или группа небольшая, мы одновременно с развитием ассоциативного мышления можем с вами развивать ассоциативную память. То есть, когда идет наша ассоциативная цепочка, первый ребенок называет «Новый год», второй ребенок называет слово «Первого ребенка» и свое слово, допустим, «Снег». Третий ребенок увеличивает эту цепочку «Новый год», «Снег», «Елка» и так далее. Еще это упражнение принято называть «Снежный пол». Вот таким вот образом мы с вами можем развивать ассоциативную память и ассоциативное мышление. Таким образом каждый ребенок высказывает свое предположение. Можно усложнить задачу, когда дети уже постарше. Допустим, построить ряд ассоциаций, используя только прилагательные, только глаголы или существительные. Также можно дать задание дополнить пробелы. Даются только первые и последние слова в цепочке. Дети должны восстановить остальные слова. Эти слова могут быть не связаны совершенно с собой, но дети должны простроить ассоциативную цепочку. Ассоциативные цепочки могут быть использованы там, где необходимо запоминать последовательность событий, даты или какие-то определения. Следующий принцип — это символизация. При помощи цвета, рисунков выразить характер произведения, персонажей, впечатления от прослушанного музыкального произведения. Очень хорошее упражнение, когда вы даете детям слова, слова, которые невозможно изобразить конкретно. Допустим, это не стол, а вы даете такое понятие, как счастье, удача, победа. И ребенок должен на листе бумаги нарисовать, что ассоциируется у него с этим словом. Таким образом мы тоже с вами раздеваем ассоциативное мышление. Но опять же обратимся к нашей ассоциативной памяти, чтобы развивать и ее. Вы даете, допустим, 10 слов, которым ребенку необходимо подобрать ассоциации. Но, как я уже сказала, удача, победа, счастье. Ребенок рисует эти слова, и после чего он должен воспроизвести эти слова уже просто устно, что же он запомнил, что он нарисовал. Таким образом мы опять с вами убиваем двух зайцев, мы развиваем ассоциативное мышление и мы развиваем ассоциативную память. Следующее – это ассоциативное запоминание, как я уже сказала. Для запоминания орфограммы она представляется в виде яркого значка. К нами, частным центром в городе Смоленске, стала разработана программа по словарным словам. Она удачно уже у нас тракует два года. Словарные слова начальной школы, они в тетрадке и на отдельных карточках представлены орфограммой в виде рисунка. Допустим, у нас орфограмма слова «мороз». А там, где наши буквки «о» у нас нарисован снеговик, и этот снеговик изображает букву «о». Соответственно, зрительная память у многих детей развита очень хорошо, и ребенок уже запоминает, что «мороз» у нас пишется через «о». Учителям русского языка, как рекомендация, возможно, вы будете это тоже использовать. У нас программа прошла вот уже в течение двух лет апробацию. Карточки мы изготовили только последний год, но два года дети запоминают так, что они помнят уже и потом. И эти слова не нужно им подучивать, потому что тут же всплывает ассоциация, и ребенок уже не зубрит. Таким образом, детям легче выучить словарные слова, которые чаще всего дети начинают зубрить. Но это один из таких тоже примеров, как с вами можем использовать ассоциации в изучении словарных слов. И следующий четвертый прием – это ассоциативная пантомимика. Тот же наше слово «мороз». Допустим, дети могут показать пальцам букву «о», то есть обвести ее, либо собрать наши пальчики в овал и сказать «мороз». То есть два овала у нас, две буквы «о». Или же мы можем изобразить мимикой холод, то есть нашими губами сделать букву «о», как бы выдохнуть ее. Таким образом, тоже наше слово «мороз» дети очень быстро напомнят. Но это один из примеров. Процесс формирования ассоциативного мышления проходит в два этапа. Первый этап – это аномерноцативный, он способствует формированию компонента ассоциативного мышления и актуализации ассоциативности и воображения. То есть здесь у нас запускается наш процесс. А второй этап – это рационально-рефлексивный. Он содействует способности школьника оценивать получившийся у него образ, развивает способность проектировать его сюжетную линию, то есть продолжать дальше. Ассоциативное мышление развивается разными способами, формами и в различных условиях. Весь опыт человека – это развитие его ассоциативного мышления. Особым потенциалом обладает художественно-творческая деятельность. Существует большое количество приемов для развития ассоциативного мышления. В качестве примера можно привести такой прием, как символизация. С помощью этого приема можно выразить отношение к определенному литературному произведению или произведению изобразительного искусства. Допустим, при помощи цвета изобразив в виде художественного образа свое какое-то переживание, эмоциональную реакцию, отношение. Этот прием помогает учителю при изучении какого-либо произведения распознать чувства, эмоции, полученные после знакомства с этим произведением, что тоже немаловажно. При том, что если еще ребенок дополнит свои эмоции и словесно, тогда будет более понятно, что же имел в виду наш ученик или наш воспитанник. Ну, что же такое мышление? Мышление, мы с вами знаем, что это основной познавательный процесс, многоопределяющий в жизни человека. В свою очередь, ассоциативное мышление — это понятие, которое отражает использование ассоциаций. Все связи действий и представлений исходят из ощущений и тех следов, которые они оставляют в мозге. Ассоциации — это связь между понятиями и представлениями, возникающие обязательно в процессе их осознания. Неосознанные ассоциации у нас не происходят, все равно они у нас сцепляются и воспринимаются именно нашим мозгом. Еще очень важный момент, вот как я говорила про словарные слова. Два, если дети будут создавать свои ассоциации, то запоминаться они будут намного быстрее и проще, потому что это их жизненный опыт. Если же мы начинаем навязывать какие-то свои ассоциации, мы должны провести цепочку, почему эта ассоциация у нас привела к этой орфограмме. Тогда только ребенок может принять эту ассоциацию и осознать ее. Если он не осознает эту ассоциацию, тогда ему будет намного сложнее. Одно из представлений вызывает в сознании другое представление. Таким образом у нас рождаются наши ассоциации. Как я уже говорила, ассоциативные связи, они не одинаковы у разных людей, ведь они зависят от личного опыта. Поэтому если ребенок для запоминания той или иной информации использует только свой жизненный опыт, только свои ассоциации, они будут крепче. Допустим, слово «осень» у одного человека ассоциируется с яхотью, непогодой и так далее. У другого это яркие желтые осенние цвета, у третьего это буйство красок в лиственном лесу, у четвертого это прибы, у пятого это одиночество, дождь, плохая погода и так далее. Ассоциации у нас у всех, исходя из жизненного опыта, разные. Что касаемо самого термина ассоциации, он является очень таким старым. Он введен был еще в 1698 году Джоном Локом и с тех пор вошел в психологию. И благодаря ассоциативному мышлению мы знакомимся с новым, открываем мир, расширяем границы познания и учимся мыслить нестандартно. Именно ассоциации помогают нам мыслить нестандартно. Если мы с вами говорим о видах ассоциаций и какие ассоциации мы с вами можем использовать на наших занятиях, существует классификация ассоциаций. Например, по ряду признаков можно выделить следующее. Причина следствия. Допустим, дождь, плащ. У нас идет дождь, мы надеваем плащ. Молния, гром. А после молнии у нас гром. Снег, лыжи. Таким вот образом мы тоже с вами можем использовать. Или же дождь, зонт, молния, гроза, снег, танцы. Следующий вид ассоциации – это смежность и близость во времени и пространстве. То, что у нас близко по сходству. Допустим, молоко, холодильник. То есть здесь у нас молоко хранится в холодильнике. Следующее – компьютер, клавиатура. Мы, у нас ассоциация, что у компьютера должна быть обязательно клавиатура. Следующий вид ассоциации – это поподобию и сходству понятий. Допустим, туча – перина, груша – лампочка. Или же ассоциация по контрасту. Сладкий – горький, огонь – лед, холод – тепло. Таким образом, у нас тоже возникают определенные ассоциации. Или же ассоциации по обобщению. Цветок – букет, береза – дерево. Прошу прощения. Отвлеклась. Пишет, что педагог, преподающий вузе, для студентов тоже будет полезно. Изучающим русский язык очень приятно. Спасибо большое. Мне кажется, да, именно для изучения языка ассоциации тоже очень хорошо помогают. И не только русского, английского, исходя вот из собственного опыта, многие слова, при помощи ассоциации ты запоминаешь лучше. Изучение языка при помощи ассоциативного мышления тоже дает свои плюсы. Ну, давайте вернемся к нашим видам ассоциации. Следующий вид ассоциации – это подчинение. Допустим, овощ – это картофель, вкус, смородина. Еще такой вид ассоциации, как дополнение. Это один предмет, у нас дополняет другой. Допустим, борщ. Борщ, как дополнение, мы кладем майонез. Борщ майонез, либо там борщ сметана. Следующий момент дополнения – это чай сахар. Либо же там чай, что-то в складке. Точно так же вид дополнения, вид ассоциации, прошу прощения, это целые и части. Допустим, тело, нога, дом, окно, дверь и так далее. Следующее – это соподчинение одному объекту другому, да, клещи, плоскогубцы, стус, чашка, стакан. То есть те объекты, которые у нас зависят друг от друга, соподчиняют друг друга. И там же могут различать ассоциации по созвучности. Допустим, кошка, блошка, тень, пень или тень, лень. И словообразовательные – это построенные на однокоренных словах. Опять возвращаемся к нашему языку. Днева, тень, печка, выпечка – тоже очень интересные ассоциации. В процессе ассоциации, настроения ассоциаций могут быть задействованы разные органы чувств. Поэтому у нас ассоциации могут быть пустовыми, визуальными, слуховыми, обонятельными. Наверное, вы не раз на себе испытывали тот момент, когда вы идете, чувствуете какой-то запах или слышите какую-то музыку и обязательно возвращаетесь в какой-то момент в своей жизни. То есть возвращаетесь назад. Таким образом вы тоже можете научиться запоминать те или иные элементы и те или иные нужные вещи для себя. Если говорить о теории мышления, то с образованием ассоциации были связаны первые представления об универсальных закономерностях в психической жизни. Еще в XV веке психология мышления не была отдельной, и развитие мышления понимали просто как процесс накопления ассоциаций. И эта теория мышления ассоциативная, она относится к одной из самых ранних. Ее сторонники считали, что мышление является вырожденной способностью и сводится только к ассоциациям. Ничего нового не создается. И эти ассоциации, они связывают следы прошлого и впечатления от настоящего опыта. Но эта теория не дала своих плодов, потому что она не смогла объяснить творческий характер процесса мышления. То, что наше мышление создает новые элементы. И таким образом ассоциативная теория осталась в прошлом как основа. Но она дала все равно свои плоды. И основываясь на процессе обучения, ассоциативная теория мышления выделяет несколько очень значимых для развития мышления моментов. То есть важность использования наглядного материала в процессе обучения. Но не только педагоги. Все знают, что наглядный материал очень важен в процессе обучения. Что когда мы просто словесно доносим до наших учеников, до наших поступников информацию, она практически проходит мимо. А следующий момент — это осознание того, что обучение возможно только через чувственное познание. То есть через образы и представления. Все то, что поступает, вся та информация, которая поступает нам в мозг, она должна прочувствоваться. И следующий момент — это понимание, что ассоциация расширяет границы способностей. Через них сознание стимулируется, активизируя процессы сравнения, анализа и обобщения, что тоже немаловажно. Но следующий момент — это развитие ассоциативного мышления. Это идея, подсказанная ассоциациями. Мы с вами знаем, что успешно используется человеком уже давно. Допустим, наблюдение за рыбами натолкнули на идею создания подводной лодки. А система всплытия и погружения навеяна ассоциацией с рыбьими воздушными пузырями. Идея эхолокации, мы с вами все знаем, что она позаимствована у дельфинов. Именно они помогли ученым создать эхолокаторы. То, чем мы пользуемся с вами практически повсеместно, это репейник, цепляющийся за шерсть собаки, подсказал инженеру из Швейцарии принцип сознания липучки, которая сейчас не выходит из нашей жизни практически на каждой одежде, на каждой обуви. Немало осталось и идей нереализованных, которые были подсказаны ассоциациями. Сохранились они и в тетрадях Леонардо да Винчи. Так, допустим, наблюдение за птицами подсказали ему идею орнитоптера, позволившего бы человеку парить над землей. Его наброски парашюта, отражение мечты о летающем человеке, который бы дрейковал в вышедне и не боялся упасть. И это только часть идей, которые навеяли ассоциациями определенные открытия и определенные изобретения. Развитие ассоциативного мышления дает нам ряд преимуществ. Это способствует развитию воображения, помогает генерировать новые незаурядные идеи, обращает восприятие и способствует образованию новых смысловых связей, улучшает адаптацию к новым нестандартным ситуациям и помогает в поиске решений необычных задач, стимулирует работу мозга и улучшает объем памяти. Я уже говорила о том, что в основе мнемотехники, позволяющей запоминать большой объем информации, и лежит наше ассоциативное мышление. И, как я уже говорила, что начинать развитие ассоциативного мышления лучше с раннего детства и поэтапно. Поэтому нужно просто ознакомить ребенка со всеми впечатляющими понятиями и связанными с ними действиями. Следующий этап после того, как мы с вами познакомили ребенка с понятиями, это обучение ребенка об общению. Допустим, чашки, тарелки, блюдца – это посуда, стул, стол, кресло – это мебель и так далее. Когда ребенок у нас становится постарше, то уже нужны более сложные приемы и упражнения. Об упражнениях немножечко позже, пока в общем виде. Какие же это упражнения? Упражнения на составление ассоциативных рядов, поиск последовательности в словесном ряду и анализ предметов по признаку. Но наше ассоциативное мышление, на него тоже необходимо обращать внимание. Почему? Потому что может приводить к психологически сложным ситуациям. Этот момент именно для психологов и родителей. Родителю в том случае, допустим, когда ребенок остро и негативно реагирует на образ и ассоциации, допустим, например, приливка – это укол, врач, белый халат. Важно понимать, что загнанные в темный угол подавленные ассоциации могут стать причиной развития разного рода комплексов и страхов. Это важно обсуждать и важно переводить на позитив. Следует, опять же, прислушиваться к ребенку и его ассоциациям, стараться понять его потребности, образы, стремления с тем, чтобы поддержать ребенка, ускорить, вернуть ему чувство защищенности. Это тоже немаловажно. Следующий момент – это какие же упражнения не только с детьми, но и со взрослыми, но начиная, естественно, мы с детьми, мы с вами можем использовать для развития ассоциативного мышления. Возьмите два любых слова, не связанных по смыслу, и попробуйте постепенно создать смысловую ассоциативную цепочку, приводящую одного к другому. Например, лето и дерево. Какая же тут у нас может быть цепочка? Цепочка может быть такой – лето. Летом мы гуляем, гуляем мы с вами в листу, да, следующее слово – лето. В листу растут деревья, последнее слово у нас – дерево. То есть мы с вами создали ассоциативную цепочку. А следующая игра – это придумайте несколько слов. Это у нас тоже эффект обобщения. Например, бутылка, бусы, окно. И мы подбираем к ним с вами слова ассоциаций, которые исходны по одному или нескольким признакам. Например, бутылка может быть прозрачной, бутылка может быть зеркающей и так далее. Еще одно из упражнений – это нужно подобрать ассоциации, объединяющие все слова одновременно. Например, холодный и блестящий. Это у нас может быть блюд, это у нас может быть бриллиант, это у нас может быть металл. И вот таким вот образом. Следующее упражнение – это если вы гуляете с ребенком, если вы на прогулке не одни. Конечно, если это будет делать дети самостоятельно, вообще будет замечательно. Потому что у них свое видение ассоциаций. Но взрослый тоже может помочь и подключиться. Вы придумываете любое первое слово и по очереди ведете от него цепочку ассоциаций. Когда ассоциация непонятна кому-то, то мы поясняем ее и объясняем ее проявление. При помощи этого упражнения мы учимся не только высказывать свои ассоциации, но и пояснять свою точку зрения. Почему это важно? Наверное, многие педагоги сейчас стали замечать тот момент, что у нас дети практически не разговаривают, дети практически не умеют объяснять свою точку зрения. Таким образом, мы опять же убиваем двух зайцев. Мы развиваем ассоциативное мышление и мы учим объяснять, мы учим доносить свою точку зрения. Следующее – это придумайте необычные ассоциации. Например, кошелек деньги – это у нас обычная ассоциация. Мы с вами знаем, что в кошельке у нас можно хранить деньги. Мы задаем вопрос ребенку, что еще можно хранить в кошельке. Допустим, памятные вещи, беретка, амулет, записка, ключ, чье-то фото дорогого нам человека и так далее. Еще один из очень интересных упражнений, одно, извините, или очень интересное задание – это по предположению использования предмета. Мы берем с вами любой предмет, допустим, ручку, и описываем, как мы с вами можем использовать этот предмет. С чем мы можем с вами его ассоциировать? Мы ручкой можем, допустим, заколоть волос, не только писать и заколоть волос, то есть ассоциируем нашу ручку с заколкой. Ручку там можем использовать как подставку для чего-то, то есть ручка у нас, ассоциация с ручкой – это подставка. Это мы можем с вами использовать не только с детьми, но и со взрослыми, и со студентами. На личном опыте проведения со студентами возникают очень такие интересные ассоциации, очень интересные моменты применения того или иного предмета. Вроде бы вы даже никогда не подумали, что этот предмет можно использовать именно так. А также ассоциации помогали в исследованиях подсознательного, и они использовались с Зигмундом Фрейдом и Карлом Гуттолхом-Юнгом. До сегодняшнего дня они также применяют как психоаналитиками. Задействуя творческую состоявляющую своей личности, в ходе такого текста можно заглянуть в свое подсознание, найти пути решения проблемы, если такая присутствует. Это вот моменты, которые могут обратить внимание психологи. Во всяком случае, излагая на бумаге ассоциации мысли, мы подвергаем их анализу и глубже взглядываем себя и начинаем лучше себя понимать. На основе этого принципа у нас идет использование метафорических ассоциативных карт. Точно так же мы видим карту, она вызывает у нас какие-то ассоциации, и при помощи этого мы с вами можем двигаться дальше и понимать, что же сидит у нас в подсознании, и выбрать пути решения той или иной проблемы. Какие еще игры мы с вами можем использовать? Игры на развитие ассоциативного мышления для дошкольников. Допустим, игра перевоплощения. Здесь мы детям предлагаем перевоплотиться во того или иного животного. Например, мы стали кошки, что делают кошки, как они кушают, как спят и так далее. Мы переносим образ кошки на себя. Таким образом мы пытаемся понять и узнать как можно больше информации о том или ином животном и обогащаем не только информационный запас об этом животном, но и мы развиваем ассоциативное мышление. Следующее – это описание предмета по наводящим вопросам. Здесь можно задействовать какие-то карточки. Допустим, просто берем предмет и начинаем его описывать. На что он похож, по форме, цвету, размера и какие функции он может опять же выполнять. Можно просто на дороге, по дороге домой или на прогулке постараться почаще комментировать все выражения, сравнения. Это то, что касаемо наших родителей или же воспитателей, которые большую часть времени проводят с детьми у нас на прогулке. Ребенок быстро подхватит и начинает тоже активно сравнивать. И главное – развивать ассоциативное мышление. А как мы с вами это можем сделать? Допустим, мы увидели с вами одуванчик, да, и мы можем ребенку сказать, посмотри, пожалуйста, какой желтый цветочек, он похож на столнышко, да, такой же круглый, такой же желтый и такой же яркий, что тоже немаловажно. Таким образом мы опять же развиваем наше ассоциативное мышление. Либо же составление цепочек ассоциаций – это по очереди с ребенком. Допустим, ребенок должен назвать слово, которое возникает в голове. Например, мама говорит «Солнце», ребенок – круглое, мама говорит «Солнце», он говорит «Солнце», он говорит «Солнце», и он круглый. Следующий, ребенок говорит «Дождь», мама говорит «Холодный», ребенок говорит «Мороженое». Таким образом мы тоже с вами развиваем ассоциативное мышление наших детей. Следующее – это игры на развитие ассоциативного мышления для детей в возрасте уже немножечко постарше, это 5-6 лет. Например, даются два слова – это двор и грязь. И нужно составить цепочку ассоциаций, которая приведет от одного слова к другому. Например, двор, по дворе едет машина, у машины есть колеса, которые проехали по луже и сделали грязь. Таким образом тоже видим ассоциативную нашу цепочку. Или же ребенок загадывает слово, или взрослый загадывает слово, лучше же, если это будет делать взрослый, тогда будет немножечко проще. И говорит, к какой теме оно относится, допустим, цветок, транспорт. А ребенок старается отгадать это, задавая вопросы по ассоциации. То есть, допустим, что общего у этого транспорта с автобусом, на какой фрукт похож этот цветок, по цвету, в форме и так далее. Ну, тут как бы определенные примеры. Времени у нас нет так много, поэтому вы, когда скачаете презентацию, эти примеры я немножечко пропущу. Следующий момент – это у нас упражнение на развитие ассоциативного мышления. Здесь можно разделить их на три категории. Это освобождающее мышление, расширяющее круг ассоциаций и направляющее мышление. Допустим, игры с картинками. Этап – простые игры. Игра – пара слов. Дети выберут на количество картинок, в ходе, и объясняют ассоциативную связь в мире. На первом этапе данной игры необходимо выбрать карточки с данными ассоциативными рядами, после того, чтобы сложить игру. Таким образом, при помощи ассоциации, мы с вами можем улучшать и на данный язык. Следующая – это игра веер. Дети выбирают себе одну любую парочку, которая потом будет выбирать карточки с ассоциацией. При усложнении игры дети не видят остальные карточки и выбирают их в цепочку, и уже в цепочку должны определить все или иные ассоциации. Игра – цепочка. Дети на очереди выбирают по одной карточке, выкладывают их в цепочку, а затем раскладывают ассоциативную связь. На первом этапе цепочка должна быть как можно короче, также просто нельзя проговаривать название картины, а обозначать связь с действием, но и недопустимой, несодержательной связью. Допустим, там, корова-собака, и ребенок никак не объясняет, как они могут быть прямо связаны. Усложнение – это, опять же, наши перевернутые или невидимые картинки, каждому ребенку необходимо рассказать свою цепочку, то есть запомнить, что же было у нас на этих картинках, и рассказать ту или иную ассоциацию. Следующий этап – это сложные игры с картинками. Например, допустим, может быть в солнышко-армологической цепочке, только карточка выкладывается не в линию, а по кругу. Кисло карточек должно быть в два раза больше, чем по детей. Теперь, ну, усложнение – это лучики. Можно класть в любой лучик, через лучик, или же каждый ребенок кладет в свой лучик. Следующая игра – это дерево ассоциации. Она аналогична в форме дерева, одну часть, допустим, общая, а уже ветки у каждого своя или же индивидуальная. После того, как дети научились играть в такие простые игры, то мы можем приступать к развитию памяти, да, запоминалки, менялки-повторялки. Когда мы с вами меняем те или иные предметы, ребенок должен восстановить их под цепочки. Тоже при помощи последовательности и при помощи рассказов. Следующий момент – это игры с вопросами. Они проводятся после того, как дети овладели играми с картинками и умеют уже устанавливать ассоциативную связь. Игры проводятся аналогично играм с картинками, только вместо одной или нескольких картинок мы ставим вопросик. И дети придумывают образ, который заделся в знакам вопроса. Или же дальше организуется игра парочек, когда те или иные картинки мы с вами разбиваем на пары, да, или же дырявая цепочка, когда мы из цепочки достаем ту или иную картинку. Ребенок должен ее наполнить. Игры с абстрактными фигурами. Здесь у нас игра на что похожа. Ведущий показывает детям карточку с изображением неопределенной фигуры и предлагает подумать, на что она похожа. Дети по очереди рассказывают, что тем лучше, вероятно, тем лучше. А также еще очень хорошо и очень интересно для детей так называемые друдлы, да, когда у нас ребенок должен вырисовать ту или иную картинку по своему воображению. Или же просто, очень часто даю такое задание детям, у нас есть два кружочка, которые рядом друг с другом находятся, и ребенок должен как можно больше картинок с этими кружочками, опять же, нарисовать. Здесь у нас развитие нашего ассоциативного мышления. И помимо развития ассоциативного мышления у нас идет развитие воображения. Следующий момент – это игра «Парочка чего-то». Выкладывается пара с абстрактными фигурами. Детям необходимо составить ассоциативную связь. Это аналогично игре «Цепочки в воду». Следующая игра – это «Узна и вообрази». Дети получают одинаковое количество карточек с абстрактными фигурами. И карточек с картинками. И картинки они должны сопоставить с этими абстрактными фигурами. Следующая – это внешнюю видовую картинку. Здесь вот три вида картинка. Все у нас и абстрактные, и обычные. Игра «Бузы». Ребенок составляет ассоциативную тюмочку из двух картинок и из двух нахвохозных, из двух абстрактных картинок. Или же игра «Домино», точно, в принципе, обычной игры «Домино». Игры с ассоциациями по свойствам. Эта игра проводится аналогично, но ассоциативная связь опирается на какое-либо свойство. Это может быть вид, форма, размер, внешний вид или материал. Ну, то, что касаемо именно упражнений, то, что касаемо именно заданий, которые я хотела вам дать сегодня, в таком более кратком варианте, у меня все. А сейчас на слайде вы видите два способия. Некоторые игры, которые я сегодня проговаривала, они взяты из этих способий. Но там очень много игр, поэтому советую посмотреть. Там много упражнений и очень много полезной информации, если вам действительно интересна тема ассоциативного мышления. Если есть какие-то вопросы, я сейчас, пожалуйста, вписываю в вкладочку «Вопросы», буквально вот несколько минуточек, я на них готова ответить. Но надеюсь, что сегодняшняя моя информация была вам полезна и интересна. Если есть вопросы, пожалуйста, пишите, а мы пока ждем Татьяну Викторовну, чтобы она пояснила какие-то моменты дальнейшие и рассказала вам, как получилось.